В центре села Печерники несколько достопримечательностей. Обо всех постепенно на уроках краеведения узнают ученики сельской школы. Но главной, пожалуй, является храм. Красивый и большой он привлекает искушенный взгляд заезжего гостя. Батюшка, мы с подарками пришли сегодня. Ой, я вижу, красиво. Покажите нам, батюшка, что вам дарят дети? Дарят дети изображение нашего храма. Вот это моя. Очень красиво, очень красиво. На уроках краеведения ученики 2-го и 3-го класса рисовали сельский храм. Расположившись на детской площадке, появившейся здесь недавно, они старательно выводили контуры будущей картины. И у них здорово получилось. Отец Даниил был приятно удивлен и обрадован неожиданным подарком сельскому храму. Ребята принесли свои творческие плоды в сельский храм, чтобы его прихожане смогли полюбоваться на них и взглянуть на привычные стены ребячьим взглядом. Вот у нас образ Божьей Матери. Здесь Божья Матери? Да, да. И прочитайте, какой Божья Матери? Божья Матери. Уже не первый раз ученики начальных классов Печерниковской сельской школы Михайловского района Рязанской области на уроках краеведения спешат в Успенский храм. Так было и накануне Дня памяти образа Царицы Небесной Казанской 3 ноября. Настоятель храма Иерей Даниил Рантовов гостеприимно принимает под сводами храма шумную и непоседливую ребятню. С любовью объясняет им, как надо вести себя в храме и в обществе. Почему церковь носит имя Успенской? Какие еще пределы имеет храм? Итак, от встречи к встрече ребята узнают о святых мучениках Пороскеве Пятнице и Георгии Победоносце. Перед Днем Народного Единства юные селяне узнали, как связан этот праздник с казанским образом Божьей Матери. И вот в православии икона Божьей Матери, ну вообще Божья Матерь, она особым образом пребывает в нашей жизни. И история этой иконы начинается с 17 века. Представляете? С 17 века. Этот праздник приурочен к победе русских войск над поляками. 2000 назад. 1612 год. Представляете, как далеко, недавно был. Был такой Дмитрий Михайлович Пожарский. Пожарский? Да, Пожарский. Но будете потом постарше, будете историю учить, будете проходить. О том, что был такой Дмитрий Михайлович Пожарский, который, неся в руках образ Божьей Матери, Казанская икона Божьей Матери, возглавил войско и прогнал поляков с нашей земли. Поляки оккупировали нашу страну, оккупировали московский Кремль и в страхе держали всю нашу страну. А поляки еще есть? Ну, конечно, есть. Польша. Польша. Истребить? Нет, нет, нельзя. Нельзя, 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 не надо. Надо их любить. Мы свою Родину защищали? Защищали. Мы же знаем, что наша Родина хорошая, добрая, правильно? Да. Правильно? Ее надо защищать? Надо защищать. А хорошо ли нападать на другие страны? Нет. Наверное, плохо, да? Да. Все помнят Великой Отечественную войну? Да. Плохо же было, да? Да. В 1941-1945 годах. В детстве. Плохо же было, да? Да. Четыре годы шел бы. А когда Россия на кого-нибудь нападала? Нет. Россия добрая, но сильная страна. И вот поэтому Дмитрий Михайлович Пожарский перед тем, как прогнать поляков, три дня молился усердно иконе Божьей Матери именами Казанской и постился. И после этого злые поляки были разбиты русскими войсками. Самым интересным для юных жителей села стало путешествие по старинной лестнице. Ведущий вверх на колокольню. Это был предел их желаний. Преодолев страх, ребята добрались до верха. И им представилась возможность самим позвонить в церковные колокола. Отец Даниил позволил каждому попробовать себя в роли звонаря. А теперь давайте я вам покажу примерно как надо звонить. А это громко будет. А это уши! Колокольный звон считается целебным звоном. А уши надо закрывать? Он по правде исцеляет от ноги болезни. О, господи! О, господи! О, господи! Положительные эмоции, полученные от встречи с родным храмом, останутся в памяти ребят А главное, что они еще не раз сюда придут и, возможно, приведут не на экскурсию, а помолиться о спасении душ своих родителей Через историю церкви и села, которые неразрывны, медленно, но верно, появятся духовные люди, любящие веру отцов и свою малую родину Наталья Быстракова специально для Рязанской партии Как вам сегодня понравилось, только негромко Мне очень понравилось Мне очень понравилось А батюшкина, спасибо, Господи, скажем Сколько? Спасибо А теперь давайте, я с вами кирилл Давайте, сейчас мы их назад поставим, в то же место Субтитры сделал DimaTorzok